Пока настраивала камеру, чтобы уловить место, птички свалили, и все-таки сюда прилетают. Я вымыла подручными средствами окно. В следующий раз привезу эту тяпочку для мытья стекол от Гринваи и вымой все остальные. Ну и тут попробую дотереть. Я нашла тут как бы средства потом для мытья окон, но оно просроченное, да, привет зритель, сегодня 13 июня, короче. Но просроченное на два года, и я не рискнула его открывать. Думаю, мало ли там оно уже это, вообще какое-нибудь термоядерное, а толку от него ноль, этот мистер Пропер. Ну и, короче, вот так как-то и вымыла. Пока я принимала душ, туда какая-то машина под деревней проезжала вдоль. Потом надо до соседей дойти, узнать, что за машина, кто приезжал. Еще думаю, блин, сейчас только бы не зашли в нашу сторону, а я там в огороде душ принимаю. Хоть и за кустом ореховым, но все равно, мало ли что. И это хочу до соседа дойти, попросить его накачать. Может, там просто спустилось колесо, а если уж не получится, то тогда это куплю запаску. Хоть тут, ну, попрошу его, может, заклеить. Главное, чтобы он уже дееспособный был. В нужном состоянии кондиционном этот сосед. Вот. Сейчас буду картошечку греть и завтракать. Ливнуло. Спаси кошку, обезопаси ее от осы. Она долго живущая, но вот она уже, по-моему, все-таки отмерла. Я уж боялась, что эта шершень, какая-то очень большая оса. Но она и после смерти еще может, хотя тут жало отвалилось в другую сторону, пакостить. Такое-то время оса еще живучая, даже если отдала богам душу. Надо будет ее осторожно смести и выкинуть. А то кошка тут пошарахается. На кухне к ней к хвосту оса прилипла вообще. Еле отцепила. Жалко же животное укусить, а са больнее, чем чела кусают. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok